Добрый вечер! Я Ирина Евгеньева и смотрите сегодня в информбюро. В числе отстающих. В правительстве назвали регионы, где не успевают в сроки подготовиться к отопительному сезону. Что тормозит работы? Почему области не торопятся с заготовкой угля? Остался инвалидом. Почему в Казахстане растет число тяжелых травм, полученных на производстве? Он может легко отделаться штрафом и продолжать нарушать. В каких отраслях это происходит чаще всего? Задержаны 100 человек. В Казахстане ликвидировали деятельность телеграм-каналов по продаже наркотиков. Сколько тысяч граждан были вовлечены в этот бизнес? Начинают их шантажировать, что если ты не будешь что-то и то-то делать, то мы расскажем об этом правоохранительным органам. Как огородить подростков от пагубного влияния? В шести регионах Казахстана наблюдается слабая работа по заготовке угля к отопительному сезону. Хотя до начала подачи тепла в некоторых областях остается всего месяц. В числе аутсайдеров оказались Абайская, Казалардинская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская области и город Астана. Сегодня премьер-министр Улжас Бектенов раскритиковал ответственных за подготовку. С подробностями Арман Сарсенбаев. Для нового отопительного сезона потребуется более 8,5 миллионов тонн угля. На коммунально-бытовые нужды необходимо больше 2 миллионов тонн и больше 6 на потребление населения. По словам министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, КТЖ и угледобывающие организации готовы поставлять нужное количество топлива. Несмотря на это, в ряде регионах не спешат с подготовкой к холодам. Мониторинг Барасанда. В ходе мониторинга выявлено, что на сегодня слабая подготовительная работа по заготовке угля регистрируется в шести регионах. Абай, Казлардинская, Карагандинская, Акмолинская, ВКО и город Астана. КТЖ и угледобывающие предприятия готовы поставлять необходимый объем угля в регионы согласно планам. Указанным регионам нужно активизировать работу. Несмотря на ранние данные поручения для принятия оперативных мер, наблюдаются отставания от графиков у ряда регионов. Например, в Карагандинской области не завершен срок ремонт котла номер 2 и даже не начата работа по котлу номер 1 на ТЭС-2. А в Мангистауской области на ТЭС-2 из-за бумажных проволочек до сих пор не был определен подрядчик. По словам премьер-министра, в регионах, где будет отказано в паспорте готовности ТЭС, последует персональная ответственность курирующих заместителей Акимов. Заверения многих руководителей не убеждают меня в высокой результативности работ. Привычка оставлять большие объемы на последние дни говорит о том, что идет неправильное планирование работ. Из года в год сохраняется тенденция переноса сроков ремонта и реконструкции. Несвоевременной подготовки документации и формирования запасов топлива, которые при должном отношении к делу можно было исключить. Премьер-министр отметил, что нынешние темпы работ сохраняют риски для своевременного начала подачи тепла. А имеющиеся проблемы говорят о недостаточном контроле со стороны местных Акиматов. Хотя, как уверяет глава Кабмина, деньги из республиканского бюджета были отправлены вовремя. Арман Царсинбаев, Коблан Утигенов, Информбюро, Астана. Активисты запустили петицию с требованием изменить систему обязательного соцмедстрахования. Сегодня казахстанцы отчисляют фонд ОСМС деньги со всех видов дохода. Авторы петиции требуют оставить один. Они уверены, что из-за общественного недовольства и частых нарушений систему давно пора менять. Какие еще предложения выдвигают активисты, узнавала Нина Шапо. Система обязательного соцмедстрахования вызывает все большее недовольство казахстанцев. На прием приходится записываться за месяц вперед, и люди вынуждены обращаться в частные клиники. Несмотря на то, что ежемесячно перечисляют деньги, порой даже с нескольких работ. В итоге появилась петиция, авторы которой предлагают ввести накопительную систему и делать отчисления только с одного места работы. А индивидуального предпринимателя, который в один из месяцев не получил доход, освободить от взносов за этот период. Общественники согласны. Несправедливо, что платят все по-разному, а помощь получают одинаково. Петицию поддерживают, но сомневаются, что удастся сделать систему накопительной. Это не пенсионная система, это страхование. То есть страхование в чистом виде. Я ежегодно плачу какую-то сумму, случается страховой случай, на эту сумму в данном случае я пролечусь. Страховой случай не случается, эти деньги для меня уже потеряны. Вот здесь нечто подобное должно быть, чтобы единая фиксированная сумма была там. Эксперты в области здравоохранения, напротив, считают, такую систему страхования наиболее приемлемой. По их мнению, экономика страны с таким большим населением не может пока взять эту обязанность на себя. А за счет страхования бесплатными стали многие лекарства, в том числе для онкобольных и людей с орфанными заболеваниями. Доступными стали дорогостоящие трансплантации и ЭКО. В чем еще важна система в Казахстане? Это социальное страхование. То есть, значит, платят все, а пользуются только тогда, когда ты заболел. Потому что за такие маленькие взносы, по сути, мы там платим 5-10 тысяч тенге в месяц, но невозможно вылечиться. Это справедливое. То есть, платят все, а получают нуждающиеся. Но все распределено разумно. Платит гражданин, платит работодатель, платит государство. Специалисты считают, слишком мало времени прошло, чтобы делать выводы. К тому же, в стране 3 миллиона граждан не оплачивают взносы, но пользуются довольно широким бесплатным спектром гарантированной помощи. Мы запросили комментарии фонда ОСМС о том, что они думают об инициативе казахстанцев и грядут ли реформы в будущем. Но пока ответа не получили. В Казахстане растет тяжесть производственных аварий. Люди получают травмы и гибнут. Многие эксперты полагают, все дело в том, что процедуры проверок упрощаются в угоду бизнесу. Так ли это, узнавала Анастасия Новикова. Казахстанцы стали чаще получать серьезные травмы на производствах. В прошлом году в результате 21 аварии пострадали 108 человек. 56 из них погибли. Чаще всего работники получают увечья на объектах угольной отрасли. Там в прошлом году пострадал 51 человек. Семеро погибли. За последние 10 лет на опасных производствах было зарегистрировано 244 аварии. Чаще всего на грузоподъемных механизмах – 54 случая. В горно-рудной отрасли – 40 аварий. И нефтяной – 42 случая. Трагедии также случаются в угольной, газовой, а также химической и нефтехимической отрасли. В Шамкенте за 7 месяцев прошлого года производственные травмы получили 16 человек. Из них трое погибли, еще столько же отделались легкими травмами, а 10 человек получили серьезные увечья. В этом году пострадавших меньше – 9 человек, большинство в легкой степени. Одна из причин – дорожно-транспортные происшествия. В одной машине может находиться сразу несколько работников. Работники получают травмы при строительстве. Бывают случаи с высоты падали. Есть случаи в бюджетных организациях, школах, медицинских организациях. В прошлом году, когда ограбили оружейный магазин, пострадали два человека. Основная причина подобных случаев – нарушение правил охраны труда и безопасности. Облегчаются условия ведения бизнеса, упрощаются процедуры проверок. В ущерб безопасности работников лоббируются интересы бизнеса, говорят эксперты. Там, где можно приостановить деятельность предприятия для устранения пробелов в безопасности, ограничиваются штрафом. Штраф для крупного градообразующего предприятия абсолютно несопоставим. Он может легко отделаться штрафом и продолжать нарушать правила охраны труда и безопасности. Поэтому здесь первое, что нужно сделать государству – это усилить систему государственно-надзорной контрольной деятельности. Эксперт говорит, несколько лет назад в результате реформы отменили плановые проверки предприятий. Теперь предприниматели уведомляют о них за месяц до инспекции. Это уверенные специалисты дают бизнесменам фору, чтобы исправить недочеты, а затем нарушать и дальше. До следующего уведомления о грядущей проверке. Блогер, который написал оскорбительный комментарий в адрес погибшей Салтанат Нукеновой, проиграл апелляцию. В декабре прошлого года Антон Бударов опубликовал пост, где заявил, что не считает Салтанат жертвой, а также пренебрежительно отзывался о жестоко убитой девушке. Иск подал ее брат Айдбек Амангельде. Суд первой инстанции обязал блогера дать опровержение и взыскать с него 650 тысяч тенге судебных расходов. Блогер подал апелляцию, заявив, что страница не его, но проиграл. В суде Абударов отрицал принадлежность ему аккаунта. Данные доводы опровергнуты материалами дела. Указанный аккаунт соединен с телеграм-каналом, который принадлежит Абударову. Кроме того, в социальной сети YouTube имеется аккаунт, где ответчик публикует свои видеопосты. Под каждым видеопостом прямо указано, что ответчик имеет личный инстаграм Бударов Антон. Напомню, Салтанат Нукенова погибла в ноябре прошлого года в одном из ресторанов Астаны. В убийстве и истязании девушки признали виновным ее гражданского мужа, бывшего министра национальной экономики Куандыка Бешимбаева. Ему дали 24 года лишения свободы. Его родственнику Бахаджану Байжанову за укрывательство преступления суд назначил 4 года лишения свободы. Эксперты считают, сейчас самое время приобретать недвижимость. По прогнозам, жилье не будет дорожать до конца года, а возможно даже подешевеет. Сейчас ситуацию на рынке недвижимости называют режимом ожидания. А вот цены на арендное жилье взлетели как минимум на 20-30% из-за сезонного спроса. Стоит ли ждать снижения, расскажет Эльмира Ержанова. По данным Бюро НАТО статистики, в последнее время цены на жилье растут в среднем на 1-2% в месяц, что сказалось на росте сделок с недвижимостью. Только в июле казахстанцы заключили более 40 тысяч договоров купли-продажи. Более чем на 20% больше, чем в предыдущем месяце. Эксперты между тем считают, что сейчас рынок недвижимости переживает период ожидания. А это значит, что до конца года роста цен не будет. Цены упали максимально вниз. Дальше уже идет так называемый отказ от продажи. Поэтому колебания, естественно, будут. Его нельзя назвать ростом. Потому что, понимаете, когда идет стабильный рост, допустим, 1-2-3% в месяц, 1,5%, это рост нормальный. Сейчас идут постоянные колебания. А вот в 2025 году ситуация может поменяться. Жилье может подорожать из-за принятия нового налогового кодекса. По нему реализация коммерческого жилья будет облагаться НДС, что добавит к стоимости около 12%. Кроме того, не стоит забывать о росте цен на стройматериалы, технический и авторский надзор. Да, могут быть в 2025 году какие-то перемены, если поменяется налоговое законодательство. Если там те, кто стоят новостройки, им включат НДС при продаже коммерческой недвижимости. Себестоимость растет, но одновременно тоже у нас, даже на сегодняшний день, большие комплексы, которые застраиваются, коммерция, она не как горячие пирожки уходит. Потому что людям же надо окупать. Что касается аренды, то сейчас в сезон, когда идет наплыв студентов, а также увеличивается трудовая миграция, жилье дорожает как минимум на 20-30%. Впрочем, затем ожидается спад. Эльмира Яржанова, Замат Кубегенов, Информбюро. Предприниматели, которые арендовали торговые точки в здании международного аэропорта Астаны, выиграли суд у руководства воздушной гавани. Специализированный экономический суд столицы удовлетворил исковое требование о заключении договоров аренды помещения. С приходом новых инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов в конце прошлого года предпринимателям под разными предлогами стали отказывать в пролонгации договоров на аренду их точек. Так, например, ссылались на неуплату аренды, хотя предприниматели имели на руках все банковские чеки и выписки. Чтобы защитить свои права, бизнесмены были вынуждены подавать в суд. Законное решение вступает в силу в сентябре. Мы, конечно, довольны решением суда, считаем его объективным, справедливым. Суд, значит, тщательно исследовал все доводы сторон, документы, представленные сторонами, и пришел к справедливому решению об удовлетворении иска. Я надеюсь, что операционная инстанция, если будет подана ответчиками операционная жалоба, то будет тоже объективным, как и экономический суд города Саны. Продолжаем эфир. Больше ста человек задержали в ходе спецоперации по борьбе с наркопреступностью, в том числе арестованы 12 членов ОПГ. Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу. Свою деятельность они ввели в телеграм-каналах. При этом в сети к ним попадали молодые люди. Ануар Мангельзинов продолжит. 55 наркошопов, распространявших запрещенные вещества в интернете, ликвидировало агентство по финансовому мониторингу. В мессенджерах, где вели противозаконную торговлю, состояло более 50 тысяч пользователей. По данным АФМ, общий оборот наркотиков составил 48 миллиардов тенге. Задержано свыше 100 лиц, в том числе 12 членов ОПГ. Из оборота изъято около 100 килограмм тяжелых наркотиков, кокаина, кетамина, мифедрона и марихуана, а также свыше одной тонны прекурсоров для их изготовления. В Шамкенте пресечен крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мифедрона. Установлена нарколаборатория, где изъято более одной тонны кислоты, предназначенной для производства синтетических наркотиков. 50 тысяч доз наркотиков в месяц. Такова мощность нарколаборатории, выявленной в Шамкенте. Шокирует и количество заблокированных банковских карт. Их 30 тысяч. Принадлежат они подставным лицам, которые являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность. Основное, получается, денежные средства используют те, кто действительно именно манипулирует. Это, получается, владельцы, получается, наркошопов идут. Дальше идет, соответственно, администраторы и, соответственно, по самому низшему звену это курьеры, то есть наркокурьеры, то есть те же самые наркозакладчики. Они сами открывают шита, соответственно, они сами берут в руки наркотики и занимаются преступной деятельностью. Легкий способ заработать деньги становится иногда ловушкой и для подростков, говорят полицейские. Порой закладчиками становятся те, кто сам когда-то употреблял. Допустим, на сегодняшний день они не хотят употреблять, но эти люди начинают их шантажировать, что если ты не будешь что-то и то-то делать, то мы расскажем об этом правоохранительным органам, как-то подставят специально, либо твоим родителям тоже преподнесут соответствующие формы школы, там, допустим, вузы, и им приходится делать то, что они не хотели бы делать. В настоящее время в Центре психологического здоровья на учете состоят 18 несовершеннолетних с нарко- и алкозависимостью. Юноши и девушки, попавшие сюда, лишь те, кто был уличен в употреблении вредных веществ, но зависимых от дури намного больше, считают специалисты. Ануар Мангельдинов, Думан Сулейменов, Информбюро. По вине подрядчика школа в Караганде рискует остаться без туалетов. Ремонт в 12 уборных далек от завершения. У строительной фирмы осталось лишь 5 дней до сдачи объекта. Успеют ли подрядчики и что делать с педагогом и учащимся, выясняла Людмила Батюшкина. Многие родители пока в счастливом неведении, видимо, будут паниковать 1 сентября. А вот попечительский совет встревожен не на шутку. Один из родителей даже записался на прием к министру. Причина в том, что 1635 ученикам 65-й школы в Майкудуке некуда будет ходить в туалет. Я не знаю, как можно успеть сделать работу за 5 дней, которая не была сделана за 2,5 месяца. Подрядчик изначально уклонялся от разговоров, от встреч. То есть здесь он постоянно недоступен. В 12 туалетах нет ни унитазов, ни раковин, ни батарей, ни перегородок. Работало, как говорят родители бригады, всего из двух человек. Сегодня подрядчик опять недоступен. Он не берет. Успеет. Я же уведомление отправил, претензии отправил. Срок до 25-го. Сейчас будем ждать 25-го. Сейчас в данное время на трех этажах работают люди. 75% закончено. Директору школы предстоит держать отчеты перед родителями и перед Экиматом. В городском отделе образования пока тоже надеются на суперскорость строителей, но готовятся к худшему. Ну, попался такой подрядчик. Мы здесь ничего не можем юридически сделать. У него есть месяц после просрочки, месяц выполнения вот этих работ. После закончения договора. Есть где-то в соседней школе распределять детей или на стационку переводить? Какие варианты вы рассматриваете? Ну, такой вариант пока что не рассматриваю. Во время предыдущих ремонтов школа уже оставалась без столовой в начале учебного года. Тогда нашли выход. Детям раздавали обеды. Но как обойтись без туалетов возмущены в попечительском совете, учитывая, что в день бывает до семи уроков и вторая смена. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Казахстанцы столкнулись с хемофобией. Так называется страх перед химией в продуктах. Покупатели признаются все чаще, обращают внимание на наличие в составе добавок с индексом Е консервантов, красителей и усилителей вкуса. Так ли они опасны, как о них думают, разбиралась Валентина Леонова. Сегодня все чаще в центре внимания оказываются пищевые добавки с индексом Е, которые активно используются в пищевой промышленности. Не все добавки под индексом Е опасны, но некоторые из них могут вызывать аллергические реакции или другие негативные последствия. Поэтому важно хотя бы понимать, что за ними скрывается. Но задумываются ли покупатели о том, что скрывается за индексом Е на упаковке? Мы решили спросить у них напрямую. Постоянно, каждый раз, потому что мне важно, что ест моя семья, что ест мой ребенок. Ну, смотрю вообще, да, иногда на сроки. Вообще, ни разу в жизни не читал, аллергии у меня нет, поэтому нет. Индекс Е присваивается различным веществам, которые добавляют в продукты для улучшения их вкуса, цвета, аромата, срока хранения и других характеристик. Эти добавки могут быть как натурального, так и синтетического происхождения. Казахстанское законодательство строго регулирует использование пищевых добавок. Перед тем, как вещество получает статус добавки Е, оно проходит тщательные тесты на безопасность. На стадии реализации мы проверяем его в ходе контрольного закупа, мониторинга безопасности продукции в ходе него. Мы проводим отбор продукции на торговых объектах и направляем его в лабораторию. С одной стороны, пищевые добавки помогают производителям улучшить качество и внешний вид продуктов. С другой, их чрезмерное употребление может нести риски для здоровья. Эксперты рекомендуют тщательно изучать состав покупаемых продуктов, особенно если они входят в рацион на постоянной основе. Валентина Леонова, Алексей Мехедов, информбюро Павлодарская область. Карагандинская область первая в стране запустит онлайн-платформу «Виртуальный детский сад». Она поможет получить дошкольное образование детям, которые не ходят в ясли. Онлайн-платформа «Виртуальный детский сад Собидаму» придумана в помощь родителям и педагогам для обучения детей, которые не посещают детский сад. Система будет генерировать различный познавательный контент. Нам нужно активнее работать над повышением охвата детей от двух до шести лет качественным дошкольным образованием. В этом контексте я рад сообщить, что мы первыми в республике запустили онлайн-платформу «Виртуальный детский сад Собидаму». В Карагандинской области охват детей с двух до шести лет дошкольным образованием с прошлого года вырос с 82, и 6% до 84. В этом году уже открыты 1107 мест. Разработчики и методисты готовят веб-версию и мобильное приложение с видео, аудио, сказками, тестами и заданиями для разного возраста. В мобильном приложении будут представлены все обучающие уроки, посредством которых они будут учиться, заниматься, распознавать окружающий мир. Задания разрабатываются на русском и казахском языках. Мы считаем, что они помогут детям хотя бы занять себя чем-то полезным. И основная проблема в том, что родители не всегда понимают, где найти эти материалы. Разработчики говорят, дети сами или вместе с родителями смогут получить базовые знания для подготовки в школу. На рынке уже есть развивающие приложения для детей, но они платные. Виртуальный детсад будет бесплатным. Саби Дому заработает с января будущего года. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Смотрите в следующей серии «Я тебе покажу, жизнь тебе сломаю». Немножко угроз, куча притворства, новые подозрения и неожиданный вывод. Придется вас женить. Мужчинам можно все, а женщинам почти ничего нельзя. «Клюквенный щербет». Завтра на 31-м.